Врач-инфекционист Брестка городской детской поликлиники номер 2 Ольга Жук только закончила прием. Сегодня с подозрением на кишечную инфекцию она приняла порядка семи пациентов. Как всегда, в летний период регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. За июль в Брестке городской детской поликлиники номер 2 заболели сальмонеллезом 15 маленьких жителей. Встречаются довольно часто сальмонеллез у маленьких детей, то есть дети до года, которые, скажем так, мясо он не ест, яйца он не ест, откуда, кажется, у ребенка сальмонеллез. Ну и, в общем-то, один из факторов передачи – это вот эти мамины грязные руки. Соблюдать гигиену рук, правильно хранить продукты питания – казалось бы, это прописные истины, известные каждому. Однако сегодня многие пренебрегают простыми правилами гастрономической безопасности, надеясь на авось пронесет. Отсюда и печальная статистика. До осмотра врача в любом случае ребенка нужно выпаивать. Сейчас очень много препаратов, хороших препаратов, которые можно в данном случае использовать. Это может быть и нормагедрон, это может быть биогайоорс, это может быть адиарин. Ну, в конце концов, это может быть просто обычная минеральная вода без газа. И обязательно до прихода врача просто даем ребенку или смекту, или неосмектин, или смектосорб. То есть сейчас тоже есть много хороших препаратов, которые можно использовать для того, чтобы облегчить страдания ребенка. Врачи неустанно повторяют успех профилактики сезонных заболеваний. Впрочем, как и лечение, зависит в большей мере от самих горожан. Соблюдать гигиену рук, тщательно мыть овощи, зелени, фрукты, избегать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами, содержать кухню в чистоте. Если следовать этим нормам, лето обойдется без визита к врачу и запомнится только яркими моментами и положительными впечатлениями. Продолжение следует...